И по уставу, я выпью, это не грех. Вот я был в Синодии в Нью-Йорке, ну и там молва пошла, что я не беру в рот. А не берешь в рот, ты против вина, значит, ты еретик. Митрополит ставит мне стакан, выпей, я говорю, я не пью, выпей. На вас идет молва, а если ты считаешь за грех, я выпил, я говорю, у меня жена квас готовит крепче. Какое же то вино? Ну там вино, ясно дело, там высокого качества. Ну вот теперь мы видели, что вы в вино не зазираете. Я не зазираю, просто слишком много зла ты этого. Я в рот не беру. Это на себя так поставить. Я вот 30 с лишним лет, мясо в рот не беру. Мне это не надо, у меня достаточно силы. Мы всегда встаем в 4.40, все мы встаем, которые в 4.40. Это спокойно, тихо, везде надо быстро делать. И тихо только на молитве, на чтении Библии. А потом уже, там после 6-7 мы начинаем работать. А ложиться, когда во сколько будешь. Вот сейчас, вот два. Вот когда я вот это все успевал делать, у меня на сон уходило 2,5 часа в сутки. Я не знал, что во мне это заложено. Я стал помаленько урезывать. Наконец, завел 4 часа. И вот 2,5, и я почувствовал, у меня уже сердце с перебоем. Я на этом остановился. Я не насиловал организм. Потому что вот Елизаров, Косик, он 3 часа спал, иди сон, где-то 2,5. Это в человеке, мы используем и 2-3-4 процента. А 96 не востребовано останется. Так, вопросы? А там еще одна, если храм, ну там ничего нет. Ну там, да, там задовольство. Так, говори. Вот ты видишь, ты сегодня не раньше, не позже приезжаешь. Этот человек, я берусь на фермера, он только был в Аргентине, лучшие методы знает. Ездил в Германию. У него такая техника. Мы с ним однажды ехали, вот у нас рядом собирает 16 центнеров гектара. Ну, 200 гектар, это наши деревенские. А он рядом, он собрал по 42. 16-42, заметьте, какая разница. 42. 6,5 тысяч гектаров по одного человека. У него рабочие получают, может, в 8-10 раз больше обычно. Но не воровства, не пьянки уже, чтобы не было. Каждому говорит, держи хоть 100 свиней, отходы даю бесплатно. Надо человеку дать жить. Ни одной милиции, чтобы 100 тысяч платить. Чтобы ты 100 тысяч получал. Тебе дом построить надо, как в Ливии. Каждому бесплатно дом, вот который разгромили Ливию. У каждого откладывается бесплатная бенцина, бесплатный газ, бесплатная электричество. Нам до этого надо еще идти. Вот мы сейчас, я не голосую, но мы молимся, Господи, дай умного, хорошего, богобоязненного правителя. Мы не голосуем, просто по убеждению, это ничего не меняет. Я не голосую, что вы не голосуете, это ваше право, но это право, но не обязываюсь. Поэтому обвинять за это нельзя. Но мы уже объявили всем, мы усиленно сейчас молимся. А выбирать-то легко, это Жириновский. Это же понятно, что мы из ума выжили. Если из Уганова возврат к старым репрессиям, кроме Путина, это вообще-то никого и нет. Нет никого, никого не сделали. Ну не я же пойду президентом-то. Только ботинки счистить ему. Но советникам я бы пошел ему. Я бы, может быть, что-то достал бы ему хороший совет дать. Вот, к слову сказать, о политике. Вот он сейчас бы приехал к нам, Владимир Владимирович, как бы его приняли? Патриарх, по первому чину. Но высказал бы все недостатки. Я очень хорошо их знаю. Потому что я общаюсь со всеми кругами населения. Вот. Особенно на молодежь. Совершенно не смотрят. Молодежь у нас покинутая. Если так дальше дело пойдет, как Андрей Кураев говорил, сейчас еще раз. Говори. Вы знаете, что говорят, слушай, а в тюрьме есть слово говори. Я оттуда это вынесу. Это самое краткое слово. То есть я тебя слышу, не теряй время, скорее говори. Иначе сейчас дежурный услышит и обоих КПЗ посадят там в ШИЗО. Говори. И это очень четко. Я даже там многому учился. Я сейчас шел мимо, мимо КГБ и говорю, у меня по санкции МГБ арестовали, Московского КГБ, там материалы найдены были. И они считали, МГБ, что в Сипири трудится несколько отделов. Распространяют магнитофонные записи. А когда все сконцентрировалось, один человек. КГБ-то они пришли... Несколько организованных группировок. Да. Все. Одним голосом насчитано. Одним голосом. Моих голосом. 50 книг аудио насчитанных. Это все тиражей. А представьте, как это раскручивают. Одной кнопкой 10 магнитофонов срывалось. Сразу две дорожки. На скорости 19. А просушат на 4,7. То есть поприще открыто. А сегодня, тем более, я в Малру сейчас большее время проживаю на форуме. Новые люди. А сейчас один щелчок, 2 тысячи получили. Илья Тихонович, ну вы расскажите, вот, то, что вы на форуме выставили, про это самое, про пляски-то на аналоге. В храме Креста Спасов. Я немного выставил. Когда этот материал поступил... Как вы комментируете? Как Кураев или по-другому? Да, Кураев там, Андрей об этом сказал. Ну, Кураев сказал, что и вы в форуме отец Андрей, Дмитрий Смирнов. Это главный по силовому структуру, ему патриархом. Он более серьезно сказал, что за этим стоит. Ну и мне звонят из монастыря в Москве. Как вы это прокомментируете? Я сначала ознакомился со всем. Кто там? Специалист по музыке. Выслушал его, что сказал. Специалист по року, там что они к рэпуле относятся, то есть к какому классу, как это было в Англии, с чем это заканчивалось. И дальше показывая, как они пляшут на лобном месте и перед алтарем. Ясно дело, что это совершенно... Их адреса выставлены, все где-нибудь. Им даром это не сойдет. Они еще не понимают, что они сделали. Но я за этим вижу другое. У меня 1300 тем, темы разные, на форуме. Я не знаю, в какую тему поставить, в музыку, там музыки нету, пение, нет пения, поднятие ног выше головы, хулиганство. Но тут что-то другое. Я куда ввел, никогда не додумаешься. Праздники православные, введение во храм Пресвятой Богородицы. Но это ближе к Кураеву. А, почему? Потому что теперь вели другие невесты туда. Какая она была, а теперь вели, почему сделали. Они без высшестоящих не могли сделать. Кто-то там курирует очень серьезные силы. Их аккуратно брали там охранники, потому что охранникам голову снесли бы за них сразу. Их трогать нельзя было. Но их возьмут всех. Там первый раз оштрафовали. И главное, что они делают? Мочатся в бутылочку, в баночку и на милицию мочой своей брызгают. Ну где это видно, в какой стране? То есть они обезумели, подошли милицейскую машину. То есть они не знают, то есть они нарываются. Ну возьмите, возьмите. Я думаю, я так думаю, доказательств у меня нет никаких. Что Путин знает про это. Он не может знать в храме. И они пели церковную мотиву «Богородица, прогони Путина». «Богородица, Пресвятая Богородица, прогони Путина». На мотив, по-церковному. И очень хорошо говорят. Говори. Добрый. Так, Женя, перезвони в другое время. Я нахожусь в университете. Пожалуйста. Через час еще. Пожалуйста. Вот как раз позвонила эта третья женщина, которая сказал по телевизору. Благодарит там, что ее облечили. И вот эти люди, они... Ну там уже отзывы идут. Под большим-большим прикрытием где-то. Их даже они... И думаю, и Путин знает об этом. До времени, после выборов, они могут сделать расследование за этим. Ну я должен за кадром посмотреть, что там за кадром еще дальше есть. Вчера мы несколько раз смотрели, священник с нами был. С другими священниками по России посоветовались. Никто не может понять. Такого не было, такой выходки. Центральный храм Христа Спасителя. Ворвались пятером. И дальше они начали выкаблучить перед старскими вратами. Но они внутрь не зашли. А Андрей Кураев говорит, защищай, как бы защищай дьякон. В первую очередь Масленко. А потом вот тут игра такая идет. А я бы их угостил блинами. Ну был бы мирянином, я бы еще и ущипнул их. Понятно? Конечно, это не ответ. Но Андрей, он очень умный. Он говорит по делу. Но их, интересно, когда показывают они там это видео снятое, их никто не бьет, но кто-то из прихожан, там пустой храм был, кто-то все-таки успел, одной волосой всыпился. Их не бить надо. Мусульмане бы живыми не выпустили, это однозначно. По кусочкам вытаскивали бы. То есть понимаешь, что они сделали? Это центральный храм. Там, где Путин молится. Там, где патриарх бывает всегда. А его передали патриархии храму? Он же принадлежал мэрии на спорте. Да, ну это я даже не сказал, что не принадлежит церковь этот храм. Но дело в том, что их кто-то воспитывал. Они одна с Магнитогорска, там с Воркуты, они собраны. Но видно, что хорошо их натренировали, они все в масках надеты, с прорезами. И как они падали, молились, крестились, а потом ногами выше головы поднимали. Ну посмотрите, зарядите там храм Христа Спасителя, рок-группа какая. Это вам сразу весь эфир наполнен этим. Я не могу ничего сказать, кроме того, что своим сказал, давайте за них молиться. Две Алена, там Наталья одна. Мы будем за них молиться. У меня одно оружие, МФ. Молитва и форум. Я в день, вот мне приходится, ну помилостей Боже, не меньше 15 раз в день становиться на молитву. Что значит за раз? Разовое, это даже три святые молитвы, это очень наш, и сто поклонов. То есть я ушел из этого мира, мне здесь уже ничего не надо. Я могу влиять только через молитву. И поэтому мне звонят с разных стран отовсюду. Проходит время, люди сообщают, а вот кто-то не от меня это знает, это Бог так делает. Вовремя я отстал. Я добровольно отдал все полномочия. Все, дома подписал, в которые я осудился, 11 лет здесь. У меня же изъято было все. Я выиграл процесс, и мне два дома отдали здесь в личную частную собственность. Я отдал один по церковь, другой, и я уже подписал, как называют это, похорону. Заврещание. У меня ничего нет. И в то же время, вот это мои родные братья и сестры. Игнатий Тихонович, сегодня первый день Великого Поста. Скажите немножко. Нам тут некогда будет говорить. Подождите. Это работник Алтайская правда в Нагоре работал. Это человек профессиональный дрессировщик собак. Представьте, кинолог. И он услышал наше объявление, увидал на столбе. И говорит, все кто-то заморщики под православных косит. Пойду разберусь. Пришел, вот разобрался. Принял крещение, сейчас мы все наши общины. У нас, видите, бороды не троганы, все под поясок должны быть. Ну, это форма русского человека. Я на любого покажу, и у каждого своя интересная биография. Так, тебе Дворцов известен кто? Подойди-ка сюда, Надя. Скажи, кто такой Дворцов? Это писатель. Писатель. Вот ее отец тоже писатель. Фамилия? Фролов Иван Ефимович. Вот. Видите, какие люди у нас находятся. Она работает телевидением, Алтайская ГТРК. Господь нашел их всех. А где? Через университеты преподавали. Я вел занятия во всех воинских частях. Ну, такой был спрос. Спрос был, как говорят, бешеный. Я возвращаюсь домой, несколько полковников. Они зафрахтовать самолет, чтобы у меня сама воинская часть и другой. У меня нет духовного образования никакого. Я до всего доходил сам ауком. Сам. Сам читал, сам находил, сам конспектировал. И, ну, просто Бог дал это. Видя мою большую жажду просветить русский народ. И вот вы что учили? Вы забудете все. Но запомните вот два слова. По-русски меня фамилия Лапкин. Лапа увеличитель. Лапкин уменьшенная. Игнатий. Если вы в интернет Google заведете, вам сразу выкинят сотни страниц. Сотни. И там все, где форум, где выступал, где говорил, на каких. Начальник детского лагеря, сайт. Только запомните, по-русски введите. И даже не надо вводить вот этот будет, что дальше. Почему? На ровном месте. Понятно, фамилия и имя у каждого есть. А я сокращенно подписываюсь вот так. Иг. А, вот Аллах. Игнатий Лапкин. Но получается смысловое слово «игла». В Библии 585 753 слова. Но из них «игла» только одно. «Игла» означает слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди. Что сшивают люди. Я как игла. Второе. Фамилия Лапкин. Слово «лапка» в Библии встречается только один раз. Паук лапками сцепляется, добывает в царских палатах. Из-за себя Соломона. Ну, у студентов следующая пора. Им надо идти на... Все, пускай, да. И однажды, может, и не успеют. Я же не знаю, меня надо останавливать. Мы с вами встретились. Если у вас будет желание в мейл.ру зайти, зайдите на меня. Мы можем переговорить. Скажите мне. Летом в детском лагере у нас. Понимаете? Строим деревню. Ну, мы конкретно можем показать. Книги наши. Ну, вот здесь Никитина 53. Прям на территории Динамо. Подальше туда. Напротив здания администрации Центрального района. Там все книги мои. 38 книг. Книги почти в три раза дешевле, чем они должны продаваться. Может, какие-то вопросы есть? У меня перевозчик рядом. Я плохо слышу. Немножко что-то хотел сказать, да? Попроще. Вы сказали, что потеряевки 180 лет, так? Потеряевки 180 лет, это так? Да, так. Это все вместе. Получается, что год основания 830-й, да? Она в 1972 году разрушена была, 20 лет отсутствовала. А теперь мы ее восстановили. С нуля восстанавливаем. Вот. В 1991 году получили статус, а в 1990 уже мы там были. Вот так. А до революции была церковь, нет? Как? До революции была церковь. До революции была церковь? Не было. Церковь там нигде не было. Была в Корщино, 15 километров. А теперь только у нас. Мы первым делом построили церковь. Деревня полностью разрушена, оставались только стены полуразрушенные бывшего клуба. Пополам ее разрезали в одной школе, а в другой церковь. Там все интересно. Там у нас все эти замы Суриков, все побывали где. И кто бы ни приезжал, все подмещают самое главное. Ну представьте, приезжают какие-либо директора институтов за рубежа. И все поговорят, движущей силой всего в лагере Лапкино, они моим именем называют его, у нас большой буквы любовь. Любовь, но любовь не потворство. Вот ребенок, некоторые приезжают, ну она маленькая была. Алла, где она у меня? Вот она. Вот ее дочка Света, она сейчас матушка за священником, священническая жена. Она маленькая приезжала, а потом уже со своими детьми уже приезжала. Пожалуйста, если плохо, еще бы она приезжала, 18 лет была. А там у ней шестеро детей, и дети там все при лагере были. Пожалуйста, сын программистом работает. Вот, дочь там в медицине. У нас все работают, где работать нельзя. Так что, может еще? Походу, можно. Я, видите, оказывается, задерживаю вас, нам это не принято. Вот когда выступают по капельре, с капельной где-то, обычно говорят, выступающему 10 минут. 10 минут. Но вот я выхожу, он сразу объявляет, выступающему 2 минуты. Мне всегда только 2 минуты. Но у нас за 2 минуты, я им скажу, столько, им на 2 года хватит. Это я в вашем большом задании, это Марка. Уложите, какие материалы на форме выставлены? Там все материалы. По любому, вот задайте, я там отвечаю на 4 624 вопросов. Это политика, экономика, социология, учеба, семья, работа, будущее мира. Ну, что хотите? И согласно Гиблии, святых отцов и мировое искусство. У кого есть интернет, нету, вот один. А можно смеять? Ну, можно смеять. Это наше интернет. Выставка. Так что можно отпустить. Все. У кого есть выход в интернет, дайте. Иначе, начальнище. Провод зацепили. Провод, чтобы порвить. У кого выход в интернет, дайте. Все. Вот это все. Все. Спасибо. Вдруга нашли. Молодежные. Ну, я могу, темно. ПАЧПИЛЬНУЙТЕ ПАЧКИНИЕ ПАЧПИЛЬНУЙТЕ ПАЧПИЛЬНУИ ПАЧПИЛЬНУИ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...